Всем привет! Вы, кстати, на канале Семья на Чемоданах. С вами я, Славян. Сегодня в этом выпуске я хочу подвести итоги нашего путешествия по Турции. Да-да, мы совсем скоро отсюда уезжаем. Точнее, не уезжаем. Мы улетаем. Сегодня поговорим, как изменилась Турция с того момента, как мы сюда приехали, до того момента, как нам отсюда надо уезжать. Смотрите внимательно, много что интересно для себя узнаете. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали! Итак, наша любовь к Турции началась еще с 2018 года, когда мы приехали сюда в отель 5 звезд. Ну, вот это классическая история. Тогда мы жили в Кемерии, так полюбили и поняли, что не, короче, надо по Турции как-то прокатиться своим ходом, сюда приехать, снять жилье и все посмотреть. И вот мы сюда приехали в 2021 году, жили здесь целых 2 месяца. Первый месяц мы прожили в Анталии, второй месяц мы прожили в Алании. Тогда мы решили не нарушать сроки, 60 дней подходили к концу и мы улетели. Но пока мы здесь жили в 2021 году, мы поняли, что в Турции нужно приезжать на своем автомобиле. Ведь мы очень любим путешествовать, именно любим путешествовать так, что мы где-то кидаем палатки, останавливаемся в диких местах, живем дикарями. Вот это вот классные путешествия, вот эта движуха, всегда каждый день какие-то новые вопросы, новые задачи. И тебя это все затягивает, затягивает. В общем, Турция располагает именно для таких путешествий. И вот тогда-то мы поняли, что да, тачка точно необходима. И в 2022 году мы приехали в Турцию. Ес! У нас это получилось сделать. На самом деле, это была очень давняя мечта, которую мы только смогли осуществить в 2022 году. В конце сентября мы сюда заехали и начались наши бешеные путешествия. Два месяца на машине мы путешествовали дикарями, пропутешествовали почти весь Черноморский берег, были в центральной части, смотрели на шары, проехали почти все Средиземное побережье, доехали до Запада, ползападного побережья. Короче, было очень круто. Кстати, совсем скоро я сделаю фильм про наше как раз двухмесячное путешествие на нашей машине. Потом мы прожили месяц в даче, а потом месяц прожили в Алане, точнее уже полтора. И вот, собственно, вы уже все наслышаны, что здесь всем отказывают ВНЖ. И да, в 2022 году мы решили податься на ВНЖ, чтобы быть здесь не 60 месяцев, а гораздо больше и провести здесь зиму. Но, увы, кто не смотрел этот выпуск, обязательно посмотрите. Он очень эмоциональный, он такой насыщенный. Там куча полезной информации по поводу ВНЖ, по поводу автомобиля, что теперь делать и так далее, и тому подобное. Обязательно его гляньте. Я, кстати, ссылочку на него оставлю также в описании. Итак, начнем с того, что когда мы только заехали в Турцию, мы еще могли пользоваться картами Тинькофф, картой Мир. Мы снимали деньги, да, там тогда уже был ограниченный лимит, можно было снимать тысячу лир с одного банкомата. У нас было две карты, поэтому как минимум с одного банкомата мы могли снять две тысячи лир. Но буквально через 2-3 дня стало все ужесточаться, и российские карты перестали вообще где-либо принимать. Ни в кафе, ни в магазинах. Снимать деньги ты тоже уже не смог. И тогда стала целая эпопея, потому что приходилось ходить на почту. Почта здесь называется ПТТ. Отстаивать большие очереди. В итоге могли тебе сказать, что извини, денег нет, приходи завтра, либо сегодня пиши заявление, а через 2 дня приходи, мы тебе выдадим деньги. В общем, трэш был, конечно, полнейший. Из-за того, что сюда приехало огромное количество людей, у нас и не получилось осуществить наш первый план. Мы хотели доехать до города Газипаша, это недалеко от Алании, снять там квартиру и начать уже оттуда путешествовать. Когда мы приехали в Газипаша, мы простояли там 5 дней дикарями, ходили, смотрели квартиры, изучали рынок, но поняли, что ничего не получится, так как резко все стали просить деньги на полгода вперед минимум. А плюс сюда закладывать комиссию, а кто-то закладывал 2 комиссии, кто-то закладывал депозит, а кто-то закладывал 2 депозита, 3 депозита и так далее и так подобное. В общем, цены на квартиры стали космические. Если раньше квартиру в комплексе, в котором живем сейчас мы, в Афсаларии, ну типа с отельной инфраструктурой, здесь ее можно было снимать еще год назад буквально там за 500 долларов. Сейчас такие квартиры здесь минимум 1100 долларов. Представляете, как резко скакнул рынок. Из-за этого, конечно, многие ребята, которые здесь снимали жилье за нормальные суммы, их стали выгонять и говорить, не-не-не, давайте, либо мы вам поднимаем цену и живите, либо просто уходите, есть кто снимет за большую высокую стоимость. То же самое стало происходить и в банках, когда наши карты перестали работать, многим, конечно, требовались карты, чтобы хоть как-то получать деньги из России, чтобы как-то здесь жить. Они стали ходить в банки, банки придумали крутые схемы, мол, типа, давайте деньги за открытие, там типа 5000 лир, 10 тысяч лир, ложите еще на депозит. Кто-то просил 10 тысяч лир, кто-то просил 5000 долларов. Короче, суммы были тоже космические. И пока мы ехали от Мерсина до самой дачи, а это огромное-огромное количество сотен километров, мы заходили в каждый банк, в каждое отделение, в каждом поселке и городке и узнавали, можем ли мы с русским паспортом открыть карту. В итоге везде, везде, абсолютно везде просили депозит. Но в даче нам повезло, и мы совершенно бесплатно, за 15 минут, без каких-либо депозитов, открыли карту зерат банка, что, конечно, нас очень выручило и продолжает выручать. Когда мы только заехали в Турцию, цена на топливо была 23 лиры. Пока мы ехали, 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 катались, цена выросла до 28 лир. Представляете? Пока мы жили в даче, цена на топливо упала и стала 23,5 лиры. Сейчас цена почти 24 лиры, и неважно, 95 или моторин, они там совсем чуть отличаются друг от друга. Но сами поймите, вот эти вот топливные качели, это не как у нас там 5-10 копеек цена может скакать. Нет, здесь конкретная разница. С чем это связано, я не знаю, но это довольно-таки неприятно. Особенно было путешествовать, когда литр стоил почти 28 лир. Это, конечно, очень много. Цены на продукты, конечно, тоже повысились. Я помню, когда мы только приехали сюда в сентябре, молоко, которое мы покупали, оно стоило 13 лир. Сейчас, на момент нашего уезда отсюда, это же молоко стоит уже 19 лир. Представляете? Лиры за весь наш период, сколько мы здесь находимся, в среднем держится 3,5 рубля за одну лиру. А что творится с сим-картами, я вообще молчу. Когда мы только сюда заехали, еще на севере Турции, в первых городках, мы купили одну симку Туркцелл, для того, чтобы мы были на связи. Тогда она обошлась, по-моему, в 400 лир. Это вместе уже с пакетом за интернет. И потом, чуть позже, чуть дальше Черноморского берега, мы уже купили сим-карту на стенке Турктелеком. Она обошлась лир на 40 дороже, интернета там побольше. Сейчас на туристические симки такой цены нету. Но, по крайней мере, здесь, на Анталийском берегу, что дальше на севере, не знаю. Здесь сим-карта сейчас стоит в среднем 800 лир. Я вот узнавал на днях, и в выпуске, в последнем, я это показывал. Представьте. Не знаю, с ума сошли. И, кстати, на минуточку, через три месяца, если вы не получите ВНЖ, ваши сим-карты заблокируются. Спустя 90 дней вашего заезда в Турцию, вы уже не сможете купить себе новую сим-карту по своему паспорту. Мы тоже это все прошли. И на протяжении уже, по-моему, полутора недель или даже двух, мы остаемся без интернета и без сим-карт. На свои паспорта мы, к сожалению, ничего уже оформить не можем. Еще здесь в Турции есть такая приколюха, как через 120 дней слот для сим-карты блокируется. То есть, какую бы вы сим-карту не вставили, сим-карту ваш телефон не увидит. Для того, чтобы телефон ваш снова заработал, вам нужно его зарегистрировать. Еще в 2022 году цена составляла 2700 лир. Сейчас, в новом году, цена снова поднялась. И здесь прям как традиционно, что ли, стало все поднять в два раза. Сейчас цена, чтобы зарегистрировать свой телефон, чтобы он продолжил работать в Турции, стоит 6000 лир. Ну, я не знаю, это очень много. А представляете, у вас телефон, у вашей второй половинки телефон, и еще у вас пару детей, у которых тоже телефоны с сим-картами. Цена космическая. Я, конечно, уже молчу даже про ВНЖ, про ситуацию, которая происходит сейчас в ВНЖ, как люди, в частности и мы, отдали большие деньги за то, чтобы здесь получить статус вид на жительство, получить вот этот экономит, для того, чтобы можно было решать определенные вопросы. Да элементарно сим-карту продлить. В итоге стали поголовно всем отказывать. Видимо, из-за наплыва сюда такого количества людей. Хрен его знает, но отказов очень много. Нам тоже отказали. Я про выпуск сказал. Обязательно его посмотрите. Еще в сентябре, в октябре, в ноябре ВНЖ можно было получить буквально за месяц и через полтора месяца, да даже через месяц, ты уже получал эту карточку и комет и ходил счастливый, довольный. Сейчас, вот лично в нашем примере, мы в октябре подали на ВНЖ. 27 декабря у нас только было рандеву, а в середине января нам пришел отказ. Мало кто знает, и никто про это совершенно не говорит, что если человек получает отказ, это, получается, не является официальным документом. Как бы ты-то не виноват, что сроки такие большие. Но тебе и выдают бумажку на выезд в течение 10 дней, но штраф на границе тебе придется заплатить. Мы лично пока не платили за себя штраф, мы заплатили штраф только за машину, за ее просрочку. Но, как говорят люди, которые выезжают, им тоже приходится платить штрафы. Как будет у нас, увидим в следующих выпусках. Я думаю, что вы поняли, что цены здесь выросли плюс-минус в два раза почти на все. Будут они расти или не будут, я не знаю, но ситуация становится как-то все жестче и жестче. Лично для себя мы поняли, чтобы не портить себе настроение, нужно пользоваться конкретно туристическими днями и не заморачиваться ни с каким ВНЖ. Пропутешествовали 60 дней в Турции на своем автомобиле, взяли, отправились на автомобиле на Кипр, погуляли там, поездили, покатались, вернулись. Опять в Турцию еще месяц, итого 5 месяцев путешествия на турецкой земле. Я думаю, что более чем достаточно. Потом можно выехать либо в одну сторону, либо в другую сторону. Но, опять-таки, если вы любите путешествовать, да, конечно, есть люди, которые очень хотели прямо сюда переехать, получить ВНЖ, устроить детей в школы, а многие, между прочим, устроили детей в школы, в садики и так далее, и тому подобное, в итоге парам-парам-пам-пум, у всех отказы, все не знают, что делать и приходится уезжать. Мы сделали для себя такой вывод, делайте вывод для себя самостоятельно. Если хотите, конечно, легализовываться, получать какие-то вид на жительство, то, конечно, нужно очень плотно наблюдать за всей ситуацией, которая происходит в стране. Хочу сделать еще пометку, мы ни в коем случае не обижаемся на Турцию, мы ни в коем случае не смотрим сейчас через негатив, мол, типа, а-та-та, какие же вы плохие и так далее, и то подобное. Нет, ни в коем случае. Мы понимаем, что ситуация зашла в такое русло, что выходов у руководства не было. Нужно было по-любому как-то это останавливать, потому что местным жителям это тоже не нравится, такой наплыв. Поэтому они придумали такую идею. Хорошо это или плохо, я не знаю. Нам, по большому счету, все равно. И мне очень понравилась опция такая, как у них здесь есть, что можно вот так вот легально, не нарушая никаких сроков, оставить здесь автомобиль. Надеюсь, с ним будет все хорошо, и надеюсь, у нас получится его забрать через определенное время. Посмотрим, тоже увидим там через какое-то количество времени. А пока мы отправимся в новые путешествия, в новые страны, и будем дальше смотреть мир. Как говорится, все, что делается, все к лучшему. Скорее всего, это уже предпоследний выпуск из Турции. Следующий выпуск мы уже будем паковать чемоданы и собираться улетать. Куда? Пока не знаю. Мы, кстати, это обсуждаем на стриме. И если вы сегодня смотрите в пятницу до 18.00 этот выпуск, обязательно сегодня вечером загляните на наш стрим. Если не поставили лайк в самом начале, прямо сейчас это сделайте. Пишите свои комментарии, всегда очень приятно их читать. Я буду с вами прощаться. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok